Девушки отдыхают И вот о чем в деталях расскажем сегодня Концерты, цветы и признание в любви Тольяттинцы поздравляют самых близких людей с Днем Матери У нашей героини семеро детей, трое внуков из Тавроша Которую недавно на всероссийском конкурсе признали лучшей газетой для младших школьников Елена Потяшина сегодня в студии Тольятти в деталях Продвигать свое родное 1 декабря стартует масштабный фест-форум креативных индустрий Тольятти Local Brands 2023 Обо всех подробностях расскажем Можно ли прокачать чувство юмора? Проект АвтоВАЗа Школа КВН набирает обороты Мы начинаем Мама яркое солнце, одаривающее нас своими лучами Она могучая колесница, несущаяся вперед и всегда зная куда и зачем Мама самый мужественный воин, который все вытерпит и все выстоит Она всегда простит и всегда поможет Мама мягкая снаружи, но стойкая внутри Дорогие мамы, знайте, что вы очень нам нужны и без вас ничего в нашей жизни не было бы Мы вас ценим, пишет наша телезритель Александра Гетто У многодетной мамы Анны Александровны Гетто 9 детей Друзья, спасибо за вашу активность, фото и видео поздравления мам Нежные, заботливые, любящие и внимательные, самые лучшие Дорогие наши мамы, примите сердечные поздравления и благодарность за ваше душевное тепло Мама, главное слово, наша надежда и вера Чистый глоток, словно самый родной первый Детство нашего звуки слышим уже не часто Помню мамины руки, пахли добром и счастьем Вместе гуляли в парке, сладкую вату ели Детство прошло, жалко, взрослыми быть сложнее Каждую в жизни минуту мысли ее рядом с нами Самое доброе утро, дома побыть, с мамой Всех на земле роднее, нет никого дороже Только она согреет, нет на нее похожих Если сгустились тучи, кажется, выхода нет Мама, как солнце лучик, нас защитит от бед Богу скажу я тихо, мне ничего не надо Только бы мама здорова, только бы всегда рядом И на земле прекрасной, это всей жизни основа Наша любовь и счастье Мама, главное слово Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Такие трогательные фотокадры прислали наши телезрители А прямо сейчас у нас в студии Елена Потяшина Мать семерых детей, обладатель ордена «Родительская слава» Медали «Материнская доблесть» и главный редактор детской газеты «Ставроша» Елена Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Да, прежде всего, позвольте вас поздравить с очередной победой На Всероссийском фестивале детской прессы «Волшебное слово-2023» «Ставрошу» признали лучшей газетой для младших школьников Это, мне кажется, очень символично, что добрую детскую газету уже столько лет Создает именно многодетная мама, которая наверняка уже знает, что нужно детям Правильно? Да, мы очень рады, конечно, такой награде Но хочу отметить, что это не первая наша награда Мы уже третий раз становимся лучшей газетой в Российской Федерации Для детей младшего школьного возраста Потому что газета существует 24 года и уже многое сделано за это время А то, что знать, чем интересуются дети Конечно, когда много детей и разрыв между ними довольно ощутимый Старшей дочери 37, младшему сыну 16 То есть получается, что я всегда молодая мама каждый раз И знаю, чем интересуются дети Но все-таки наша газета «Ставроша» я считаю, она немножко классического типа То есть мы не идем на какие-то сиюминутные потребности детей Мы держим классику, в этом наша изюминка Елена Михайловна, раньше на Руси были распространены многодетные семьи Сейчас эта тенденция снизилась Как считаете, почему? Ну, если взять, конечно, нашу Русь Там же она все-таки была сельскохозяйственной стороной Ну а кто должен в поле-то пахать? Конечно, мужчины, сыновья И это было экономически обусловлено Поэтому старались много рожать И потом не было же пенсионного обеспечения Кто родителей поддержит в старости, конечно, дети И, кстати, сейчас во многих... в некоторых странах нет пенсионного обеспечения И поэтому там тоже стараются детей как можно больше иметь Но я не скажу, что сейчас совсем у нас плохо с демографией Мне кажется, в последние годы все-таки улучшилась ситуация И трое детей в семье, это как норма Я даже не считаю, что это многодетная семья Хотя по закону еще это многодетная Никогда не думала, что количество детей зависит от материальных каких-то основ Это от чего-то внутреннего Все-таки хочется тебе быть мамой, папой Хочется, чтобы вокруг тебя всегда были дети Чтобы ты всегда был молод Ну что, сыну 16 лет, а мы еще молодые родители А семеро детей это не очень много Это нормально, это хорошо А сколько много? Это радостно Да, вот сколько для вас много? Сказали? Я не знаю Ну вот когда читаешь про старину, там 18 детей Ну это, наверное, да Даже усадить их одновременно за стол, наверное, сложно было А семеро? Прекрасно Тем более, когда старшие подрастают, они помогают с младшими Вот все выучились, слава богу, все хорошо Вот ваша семья вообще очень показательная, например Потому что все получили высшее образование или учатся в столичных вузах Скажите, какие-то сложности вообще возникали вот на этом пути формирования стольких личностей? У меня муж хороший, он отличник, он золотой медалист И как-то у нас в семье было заведено вот атмосферу любознательности, мне кажется Что мы сами интересуемся многим И детям поневоле приходилось там в походы, там в грушинский фестиваль, какие-то поездки, игры Мы очень любим играть и в настольные игры, и в дворовые Ну, в общем, мне кажется, что мы не назидали, когда вот делаю уроки Это обязаны быть отличником Старались как-то формировать больше нравственные качества Вот, а дети, слава богу, да, хорошее образование получили Сейчас вот дочка в МГУ учится, прям гордость такая наша МФТИ, МГТУ имени Баумана Вот, казанские вузы тоже шикарные Ну, в общем, есть чем гордиться Елена Михайловна, мы знаем, что вы не только своих детей учите, но еще и немножечко чужих Вы в школе преподаете основы православной культуры Знаем, что постоянно их тренируете, готовите к Олимпиаде Вот, Олимпиада – наше наследие Итальятинские ребята во многом благодаря именно вам занимают призовые места Расскажите, как вот впечатления от самой крайней поездки Конечно, не только благодаря мне, да, я всего лишь работаю как педагог Дополнительного образования в гуманитарном центре интеллектуального развития И там предоставлены хорошие условия для этого И ребята приезжают, и мы готовимся Два раза в неделю у нас проходят тренировки Вообще, я счастливый человек В том плане, что я всегда занималась по жизни тем, что мне нравилось Что мне приносит радость и удовольствие Это вот и работа в школе, основу православной культуры Я сама туда пришла, то есть я не педагог по образованию Просто мне захотелось, видя, как мои дети растут Мне хотелось как-то повлиять на их окружение На них самих через их друзей И вот этот предмет, когда он появился, конечно же, можно, я тоже буду А наше наследие – шикарная олимпиада для детей Я ее очень люблю, пропагандирую Потому что она такая всесторонняя Она развивает ребят, она развивает их любознательность Тягу к чему-то новому, интересному И причем это всегда заканчивается поездками Но сначала надо побывать на школьном, муниципальном, региональном А потом такая шикарная поездка Вот последний раз был Екатеринбург С ребятами мы посетили и Смоленск, и Волгоград, и Москву И Санкт-Петербург, и Казань Благодаря этой олимпиаде мы очень много узнаем и ездим А олимпиада такого плана, то есть там она непредметная, межпредметная Есть блок логических заданий на эрудицию и на скорость мышления Поэтому очень важно попасть в эту струю и развиваться всесторонне Елена Михайловна, что вы пожелаете мамам с высоты вашего опыта Либо молодым девушкам, которые стоят перед выбором Либо семью выбрать, либо карьеру Я не вижу антагонизма между семьей и карьерой на самом деле А что тут? Какие противоречия? Для кого-то важно посидеть дома три года и побыть с ребенком Это очень здорово Кому-то необходимо бежать на работу и там себя проявлять Но мне кажется, в современном мире, учитывая технологии, которые предоставляет нам мир Можно и дома очень много делать и для общества, и для семьи И поэтому не вижу здесь никаких противоречий Для самореализации с детьми тоже прекрасно можно самореализоваться Я не понимаю тех молодых девушек, которые Нет, я сначала карьеру реализуюсь, потом уже дети Все надо делать вовремя, одновременно И это украшает просто жизнь А что пожелать? Создавать семьи, рожать детей, любить их Разных детей, и послушных, и непослушных И отличников, и троечников Потому что дети это ваше Посмотрите на себя в зеркало Посмотрите на своего ребенка, это все ваше И еще хотелось бы пожелать молодым, и не только молодым Почаще смотреть на небо Ведь как нелепо жить вниз головой Когда такое небо есть надо мной Елена Михайловна, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию Мы вас ждем еще И поздравляем вас с наступающим Днем Матери Лада, вот ты с какой ноги сегодня встала? Честно? Не помню Почему ты спрашиваешь? 23 ноября в календаре необычный праздник День вставания с той ноги А что делать, если встал не с той? Относиться к этому с чувством юмора Кстати, на автовазе для сотрудников предприятия и членов профсоюзной организации завода Организована целая школа КВН Неужели даже чувство юмора можно тренировать? Прямо сейчас узнаем Дорогие друзья, не мудрствую лукан Сегодня переходим к вступлению команд И тема игры сегодня Славный путник Вайди Добрый город Багдад Научиться писать шутки и уверенно держаться на сцене Сотрудники автоваза прошли настоящую школу КВН Приглашенный спикер участник высшей лиги клуба веселых и находчивых В составе команды Волжани Редактор молодежной лиги КВН Тольятти Андрей Федосиев Раскрыл главный секрет успеха И было два дня Первый день мы рассказывали И вообще на самом деле я посвятил тому Чтобы самые азы рассказать ребятам Хоть и люди взрослые Но все равно все начинается с самого начала И с момента того, что что такое шутка Из чего она состоит Всяких составляющих И следующее конечно мы переходили к тому Какие методы есть написания Как шуток, как миниатюр, как музыкальных шуток, карапуль И первый день у нас прошел в теории Сегодня день второй Поговорил о том, какие методы есть написания шуток И сегодня мы испробуем их здесь на практике И попробуем собрать какие-то выступления Ход меланхолик, чтобы создать домашним осеннее настроение Делает лужи Сиданка на вокзале провела очередной кастинг На программу «Давай поженимся» Чувство юмора – это, как скажем, выработанное людьми У кого-то он просто развит, так вот не совсем И с помощью нехитрых упражнений Все можно развивать Профессорный комитет поддерживает Любые молодежные инициативы Выдвигаемые молодыми профсоюзными активистами Такая вот у нас есть актив Команда КВН И профсоюз помогает ей провести Школу КВН, чтобы организовать фестиваль Чтобы привести много новых людей В это направление Чтобы молодежь у нас через Школу КВН-фестиваль Развивалась и самореализовывалась На сцене Через юмор, через творчество В рамках школы КВН ребята Не только узнавали секреты из мира юмора Но и знакомились, общались, объединялись В новые команды И пробовали себя на сцене Мы решили сделать Большое мероприятие Для остальной молодежи Автоваза Мы готовы показать, что мы можем еще работать И что все не заканчивается на одной команде Итогом двух школ КВН Будет наш мини-фестиваль Не знаю, на командной 4-5 Мы все покажемся Напишемся Мы друг другу поможем И сделаем хорошее шоу Попасть в любую из новых команд КВН Можно до начала декабря Оценить первое выступление участников Школы юмора Можно будет на фестивале Автоваза По КВН И как знать Возможно уже в следующий сезон Тольятти Выйдет несколько команд От автогиганта К команду КВН правопригодны Можно попасть абсолютно в любой день Можно стать соавтором Можно быть реквизитором Можно попасть в команду Попробовать выступить Важно прийти на репетицию Посмотреть, что мы делаем Если нравится Если влюбился в КВН Добро пожаловать Эмоции Новые знания Ценный опыт КВН это одно из приятных И полезных Увлечений сотрудников Автоваза И в этой яркой Насыщенной жизни Коллектива Всегда рады Новым лицам Мне очень понравилось Живое общение То есть Дается задание И каждый подхватывает Подхватывает И вот начинается Вот И настроение Сразу повышается И начинается Мозговой штурм конкретный То есть Есть какие-то определенные Идеи для Выхода на сцену Может быть Я не знаю Это потрясающе КВН это семья Это Новые люди Новые знакомства Это Отработка своих навыков И раскрытие своих талантов О которых ты даже не знал На Автовазе Появилась Новая модель Ее нанял Президент Завода На должность Секретарша Мода и дизайн Архитектура И ремесленничество Кино Компьютерная графика Издательская деятельность Исполнительское искусство IT Все это Креативные индустрии Как они развиваются в нашем городе И как продвигать свое Родное 1-2 декабря в технопарке Современник состоится Масштабный фест-форум Креативных индустрий Тольятти Local Brands 2023 Он объединит сразу Три больших мероприятия Деловой форум Фестиваль креативных индустрий И экспо-маркет Тольяттинских брендов Товаров и услуг Подробнее обо всем Расскажут наши гости Директор фест-форума Ольга Орли Егорова И менеджер фест-форума Елена Максименко Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Расскажите, пожалуйста, с какой целью Организован фестиваль И кто может в нем принять участие Фестиваль проводится уже второй год В прошлом году он проводился В Жигулевской долине В этом году он проводится На территории Современника Технопарка Цель фестиваля Популяризировать И активизировать бренды Креативной индустрии Итальяти И Самарской области Ольга, расскажите, как много Существует местных брендов В настоящее время мы проводим Картирование И мы подозреваем, что их достаточно много Но мы не всех брендов А именно брендов креативных индустрий И наша мечта Выпустить карту Брендов креативных индустрий Города Тольятти Но пока мы целимся на топ-100 А насколько они известны Широкой аудитории? Знаете, в нашем городе есть бренды Которые имеют международную Известность федеральную И на уровне города И именно фест-форум Как раз Проводится для того, чтобы Осветить эти бренды Рассказать о них Потому что Как правило Творческие люди Очень скромные люди И они всегда умеют И иногда даже не хотят Говорить о себе И на фест-форуме Как раз можно прийти И познакомиться С брендами креативных индустрий Тольятти А почему для проведения В фестивале Выбрана площадка Современника На Южном шоссе? Технопарк Современник Мы считаем Что это креативный технопарк Площадь технопарка 22 тысячи квадратных метров И там находится Более 100 резидентов И около 80 резидентов Как раз Относится к креативным индустриям Ольга, расскажите нам Пожалуйста Более подробно О деловом форуме Деловой форум Который пройдет 1 декабря Название у него Федеральные тренды И региональная креативная экономика Это не просто так Потому что Содержание делового форума Следующее Будут региональные практики Спикеры из Калининграда Ульяновска Москва Примут участие Спикеры Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Фонд Креспектива Город Калининград Фонд креативных индустрий Ульяновской области То есть это все наши Коллеги Друзья И мы их попросили Чтобы они поделились Своими наработками Будет Принимать участие В качестве спикера Илья Токарев Это партнер Института развития городов Полис То есть программа Просто замечательно Помимо того Что У нас Деловой форум Будет делиться На три части Первая часть Это региональные кейсы Исследования Креативных индустрий Следующая часть Это Выступления Местных креативных Представителей Местных креативных брендов То есть Общее количество спикеров У нас 15 И еще будут спикеры Которые будут Рассказывать А как же лучше Продвигать креативные бренды А что нужно Такого сделать Чтобы они стали Более известны Чтобы Больше зарабатывали И мы больше о них узнали Фестиваль Креативных индустрий Это звучит Очень интригующе Расскажите Какие мероприятия Запланированы Да Фестиваль у нас будет Очень интересный Интригующий Он у нас называется Семейный фестиваль Мы ждем На этот фестиваль Семьи с детьми Где у нас будет Детский час Будет Детские мастер-классы Очень интересные Также будут Бокальные Инструментальные коллективы Театральные коллективы Мастер-классы будут От театральных студий То есть будет Очень интересно И познавательно То есть для всех возрастов Найдется занятие Что-то интересное Да А еще на экспо-макете Тоже деткам И вообще семьям Будет очень интересно Почему? Потому что там будет Представлена Продукция Это игрушки Вязаные Это леденцы Без сахара Это Это деревянные изделия Из дерева Это изделия из кожи Изделия из металла Дети являются Как раз Источником креатива Творчества И есть такое Если человек Занимается творчеством То он Он никогда не постареет Ну И Мы Хотим создать Такую атмосферу Чтобы Уже На следующий год В 1924 году А те кто пришел На второй Фестфорум Обязательно пришли на третий Да Это очень замечательно То есть чтобы это вошло В добрую такую городскую традицию Да Генеральным партнером Фестфорума Является Центр развития предпринимательства Мой бизнес Самарской области А еще нашим партнером Является Самарская губернская дума Ольга А насколько креативные индустрии Способны развивать экономику Расскажите пожалуйста Всем очень интересно Откуда же взялись креативные индустрии И креативная экономика Дело в том что Этому термину Не так много лет Около 20 лет Креативной индустрии А к нам Ну волна Волна такая Очень мощная Произошла в 21 году После пандемии Он объявил 21 год Годом креативных индустрий В то время И у нас в России Было очень много мероприятий Посвященных креативным индустриям У нас начала работать Российская креативная неделя Которая в этом году Уже четвертый раз прошла Летом она проходит Вслед за этим Начали проводить Креативные недели В регионах Сейчас Порядка 4 регионах Проводятся креативные недели В 21 году Было выпущено Постановление правительства За подписью Мишустина Концепция развития креативных индустрий В России И там есть Прямо четкие Понятные цифры Куда нам стремиться То есть В то время Вклад в ВВП Креативных индустрий Составлял 2,6% То есть Мы стремимся К тому Чтобы эта цифра Выросла до 12% Вклад в ВВП К 30-му году Я думаю Что мы как раз Находимся В стадии Начала расцвета Креативных индустрий В России Мы знаем также Что по итогам фестфорума Планируется создание Карты локальных брендов Креативных индустрий Тольятти Скажите пожалуйста Насколько полно Она отразит вообще Вот возможности Мы собираемся Запустить карту Брендов Тольятти И Самарской области В которую Хотим чтобы Вошли Более 100 брендов Креативной индустрии Самарской области Над этим Мы работаем Активизируем Анализируем Идет работа Большая Давайте еще раз Напомним нашим зрителям Как принять участие В вашем фестфоруме Креативных индустрий Тольятти Как подать заявку Вам понравилось Наше мероприятие Абсолютно Заходите в группу Вконтакте Скрепка Ресурсный центр Креативных индустрий Там расположен адрес сайта Заходите на сайт И там Три формы регистрации Если вы хотите стать Участником делового форума Заполняйте гугл форму Если вы хотите стать Участником экспо маркета Есть форма Если вы хотите быть Участником Фестиваля креативных индустрий Там тоже есть форма Мы вас ждем Приходите на фестфорум Спасибо А у нас на этом все Телеканал Тольятти 24 Смотрите и слушайте в Телеграм А также во всех популярных соцсетях Новости, прямые трансляции Интервью, фильмы и сериалы Телеканал Тольятти 24 Всегда самое важное и интересное Это телевидение родного города Берегите друг друга И до новых встреч До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова